За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 6%. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. При этом число случаев ОРВИ и пневмонии снизилось у детей от 2 до 17 лет. В остальных возрастных группах наблюдается рост. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, сейчас достаточно большое количество резервных коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Практически всю неделю показатель был на уровне 25-26%. Разгрузить коечный фонд госпиталей помогают санаторно-курортные учреждения, сейчас их четыре. Что касается бесплатных лекарств, то их получили более 18,5 тысяч человек. На прошлой неделе были выделены дополнительно 66 миллионов рублей из федерального бюджета для закупки лекарственных препаратов на январь. В настоящий момент идет процедура контрактации и к Новому году мы планируем осуществить поставку и вот по этому новому траншу соответственно в новогодние праздники войти с полным обеспечением для амбулаторно-приклинического звена. Прививочная кампания против гриппа завершается в конце недели. На сегодняшний день привито 57,5% населения Самарской области. За счет средств работы дателей вакцинировано свыше 82 тысяч жителей региона. Кроме того, область планомерно получала вакцину от новой коронавирусной инфекции, поступили запланированные 2751 доза и дополнительно еще около 1000 доз. Привито 3413 человек. По линии Министерства обороны поступило 1000 доз препарата и началась вакцинация военных. Тревогу специалистов вызывает рост числа заболевших коронавирусом в возрасте 65 лет. Далеко не все пожилые люди соблюдают самоизоляцию, несмотря на введенные ограничения. 12% опрошенных ездят не только в больницы и магазины, но и на работу. То, что мы получили, то информация, конечно, не может нас не настораживать. Очень большое количество людей, тех, кому рекомендовано находиться из-за опасности в домашних условиях, они там перемещаются. И эта мобильность определяется совершенно различными причинами. Вот, посмотрите, 12,5% опрошенных показали о том, что они ездят для того, чтобы осуществлять какую-то трудовую деятельность, работу. Да, Сергей Александрович, 12,5%? 12,3%. 30, да. То есть это такая цифра для нас очень значительная. В связи с этим вопросы возникают к работодателям. Они должны отправить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. А главы муниципальных образований крайне ответственно подойти к обеспечению выполнения решений штаба на своих территориях, особенно в преддверии новогодних праздников, усилить разъяснительную работу и контроль за соблюдением ограничительных мер. В свою очередь, волонтеры продолжат помогать пожилым людям с доставкой продуктов. Виктория Шарая, События.